Проведёшь один раз, а потом... Да что? А что-то он на тебя похож. Не родственник! Привет! Главного блогера. Ну да. Что-то у тебя сегодня как-то скромно. Другая палка, наверное. Нет, тоже. Привет. Привет, привет. А, кофе я ему зелёный принёс. Да? Для ознакомления. Демо-версию. Не поспел ещё. Не пожарили ещё. Слушай, а нас нет. Вот тебе Индия. Зелёная и жареная. Вот ещё журналисты тут. Очень подозрительные пакетики какие-то. Это кофе? Да, зелёный. Прикольно, на бабу похожа. Точно кофе? Да. Как его делать? Как его делать? Собирают с кустов, с деревьев. Это кофе? Это кофе? Ну да. Это кофе. Ну это обычно. А это 10 июня жареный в этом году. Нифига себе. Прикольно. Тоже самое, это Индия. А ты знаешь, а у нас ещё кофе молки нет. Спасибо. Ну да. Я помню. Я помню. Да. Между делом. Поэтому я это попозже молотый занесу. Не, мы всё помним. Юлия, ты помнишь, на то? Да, делает кофе. Какой зверь делает в Вьетнаме этот кофе? Ой, какой-то маленький. Очень маленький, но очень. А ещё слоны делают тоже. Блин, как же он. Слоны тоже. Ну ещё слоны делают. А ну это крупные партии. Промышленные масштабы, да? Это в Кавикам. Не, а так, блин. Типа харька что-то, что-то подобное такое. Ну, не, не обязательно. Ну какой-то там уник такой. Ну он такой вот, да. Ну он такой вот, да. Ты пробовал этот зелёный этот горох, который засохший, да, в магазине? То же самое. Да? А как его пить? Никак. Ты будешь на сковородке жарить. В смысле? Ображарить ещё надо? Да. Вот до такого состояния пожарить. До чёрного? А потом перемолоть. А в чём кайф так? Ну да, да, да. Просто сам сделал. Правда. Собери сам себе кофе. Ну, кстати, если только первое... На одну чашку... На одну... 10 грамм. Макс, 8-10 грамм. А как получается так, что они получаются какие-то более... Ягоды собирают. Они получаются какие-то более плоские, более кривые. А эти... А эти, они уже какие-то вспухшие, ровненькие, такие красивые. А эти кривые. Это может быть партия другая. Они прям совсем-таки неказистые. А эти красивые. Они изначально зелёные есть. Они что ли раздуваются? Ну, с влагой выходит. Влажности. С одного килограмма и семьсот грамм выходит. Ах, красиво. Дурки. А, ну, может быть. Мы в Вьетнаме, когда были прям в кофейной плантации. Мы уже когда сколько раз ездили, всё время заказывались. Вьетнаме только кофе. Ну, вот, кстати, в Вьетнаме нормально кофе мы пели, да? Вообще, вообще нормально. А где ваши камеры? Дома. У нас сегодня выходной. Можно хоть день сегодня сниматься. А там уже просто какая-то жизнь. Так что у тебя кузырь. Ну да. Эксклюзив. Вон второй ещё кузырь. А, мы же ещё соседка кузырь. А, да, кстати. У нас соседка выше. Да. Вот этажа вам тоже блогер. Тоже блогер детский канал. А вам там доделали дорогу? Я когда приезжал в ваших этих чагирях, когда ещё закрыто было. Не, сделали сейчас дорогу. И машина ваша стояла там возле киоска какой-то шаурмой. Ну вот, да. Да, да. Сделали. Сейчас сделали. Ну, другая. У нас в центре дороги все делали. И мы опять, блин. У нас опять тоже там всё разбомблено, короче. То есть детишки тоже подписчики? Да. Так, ну они и были. Да. Я просто показываю фотографии. Я не тебе. А, они, они слышали, что пиво принесут или квас? Приехать? Да. Приехать? Да. Через две страны. А, на машине? Или на самолёте с присадкой. Просто на машине, если до Крыма ехать, примерно 2,5 тысячи километров в одну сторону. На самолёте? А на самолёте через Москву? И там тоже по ценникам, короче. Я летел в Италию слезать вот так. Я летел в Крым. 7 тысяч рублей. Да. Там места надо знать. До Кальграда. У нас... Сколько? Семь, Керополя? Керополь, Москва? Москва, Москва. А, на одного в одну сторону. Ну, не дорого. Ну, не дорого. Ну, не дорого. И... 28 тысяч, знаете. Это просто перелёт. Мы за 28 тысяч до Черногории доедем на машине и неделю там потусим. Просто ну... Надо очень любить короче. Да, вот именно. Тут надо быть манатом. Я считаю... Самодельное только вот это. Вот это вот это. Что свет впереди. Не, мы думали в Крым, потому что Крым очень много смотрят. Но всё равно... Там внутри пальчиков нет. Немало. Силье у человека нет. Да и да. И самим там, как бы, нам вообще не хочется атаковать. Которое вот это? Семь. Я об этом поговорю. А у нас вот... Я видел. Лежи. Да, 10 метров. Туда 10 метров. Никого нет. Я ездил на Косу. Мы догнали за всех этих высот. Сколько там прям, ну, нормально. Реши проводовки заряжаются. Но мы не были. И тут можно сразу же отзаряжаться. Вот я и спрашиваю. Вы туда проехали далеко от этого КП? А можно в начале? Можно в концепцию везде. Везде можно. В начале много народа. Ну, в начале больше. Ну, мы вообще самое конечно обычное. На морское. Лебедь, лебедь, лебедь. Ну, парковка. Туда паркуемся, а слева море. Ну, все. Выходишь, никого нет. Что? Пойдем на солнце. Опять на солнце. Она еще... Она еще вот так вот. А, нифига себе. У нас, да, небольшие бонусы. Мы сейчас как-нибудь разыграть. Бонусы? Ну, типа генератором чисел. Сейчас рассчитаем. А квас-то будет сегодня? Квас будет? Квас? Да. Мы и вас обещали. Что с квасом? А что квас? А что квас? С квасом, может, с квасом придете? С трассляцкой. Они говорили, что мы шучить-то боимся. Некоторые вот подумают, что вот реально. А я-то знаю, что это шутка. Я-то шутка знаю. Давайте мой квас. Не, подожди. Игорь ждал, что кто-то придет с пивом или с квасом. А-а. Не, у меня только кофе. Только кофе. Ну, кофе тоже. Да. Последний раз. Что-то уже кофе у тебя такое интересное. Это все равно, что я приду с хичменем и скажу, у меня пиво с собой. Да. С солодом. Я потихоньку их обучаю. Я же кофе-машину ищу. И завод кофе обжарки у нас. Один в грожи привез. Ну да, так и было. Да, в Екатеринбургах. Еще большой город. А мне здесь больше нравится. Тут типа шапка не надо покупать. Это да. Шубу можно продать. Да. А кто-то из детей звонил. У нас тоже холодно. У нас тоже холодно. Нет? 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 А, понятно. А мы не звонили. Я до Новосибирска максимум доезжал. Салива. 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 Тоже жесткий город. А то да, так бывает. Салива. Ты хоть посчитай всех. Посчитай хоть всех. Сколько нас? Да тут немного. Раз, два, три, пять, семь, восемь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать. Правильно? На кого не забудем? Вот. Двенадцать лайков. Двенадцать лайков? Нет, кстати, с Калининграда вообще много людей смотрят. Кто все остальные люди? Где они? Нет, не только с Калининграда смотрят. Сколько там у вас? Передумали. Интеризор смотрят. Пятнадцать тысяч уже? Пятнадцать тысяч, да. Ну как бы нормально сейчас прогресс пошел. Уже пятнадцать? Нет, ну на самом деле... Было десять. Три месяца назад, даже два месяца назад. Десять за кого? Нет, а сейчас. 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 Народ сейчас смотрит. А потом отходняк будет. А потом отходняк будет. В России. Будут вспоминать. У них сейчас еще фотки на заглавной, это на роликах зажигательные стали. Юлька стала часто бикини, как камера новая появилась. А ты мне подсаживаешься. Вот, я всё там смотрел. Как я вам рассказывал, я вступил с Украиной после завода. Вот, я там укислился. Юля еще красиво говорить умеет. Да. Да. В воскресенье вечером. Для своего. Она для своего красиво я всегда говорю. А, для своего канала? Для своего канала. Для этого. Слушай, да YouTube тоже реагирует. Видео нагревает. О, Путин, Путин. Тренды зайдешь там сразу. За 30 этих записей один Путин. Да, да, да. Пока все это пролистает. Ну это хайп новости такие вот. Что-нибудь такое произошло. Всем же надо быстренько снять. Слушай, ну они набирают. Да. В этом вся и фишка вот таких новостей. Как-нибудь новое случилось. Надо первому всё снять. Всё, пум. Выложил. Всё. Повезло. А кто последний? Они уже там погоняют. Да. Да. Сейчас быстро новости уходят. А мы вот не знаем куда дальше ехать. Что-то очень странно. Всё реагируют на видео и смотрят. Калининград смотрят. Турцию там писали. Ну и вообще Турцию его просматривают. Кидаем Турцию. Никому не нужно. Мы нафига туда ехали. Обидно. И сейчас тоже думают. Сейчас поедем куда-нибудь. Опять никому не нужно. В Зеленоград надо ехать. В Зеленоград надо ехать. В Зеленоград? Конечно. Беспроигрыш. 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 Я ни разу к нам не зашел. Я тебе надо бы девочка сейкатинбук в Турцию китайцев. Как прикольно. Китайцы? Я здесь в Костеле живу. Где? В Костеле. В Костеле? Да ты не в этом городе живешь. Да? Я считал. Это Малиенау. Где? Это Карл Маркс. Костел. Как называется Малиенау? Это район. А, так оно всё. А, там не скучно главное. А что там? Слушай, здесь моря нет. И рыбы тоже. Недавно китайцы были, приезжали. Чего общался с китайцем? Ничего как? Они учили мне китайского. Ты только наверное ни хао запомнил. Я тоже. Я так это тоже запомнил. Нихао и сессия я знаю. Что такое? Спасибо. Да? Дорогусь сейчас китайцем. Потому что я в Китае тоже был много раз. Как вам пришла идея? Привет, Калининград. И всё там. Ну сейчас они покажут. Нихао и всё. И всё. И всё. Дольше ничего. Они все по-русски уже разговаривают. По крайней мере в приграничных городах. Показывают Крым. Да, официальный китайский путеводитель. Тоже как Крым и Россия показывают. Всё, какие-то там прилетели сейчас. Не, ну я вот видео смотрю про Крым. Я не знаю. Там что-то Савдеп такой. Даже у нас так вроде получше. У меня знакомые тоже приезжали сюда. Здесь как в Союзе побывали. Ну там, понимаешь, ну типа Белоруссия. Так вот можно сказать. Не-не-не, Белоруссия мы разваленная. Ты же все прежи. В Крым и Белоруссия мы разваленные. Ну, ну да. Но смысл один и тот же. Но есть новые отели там. Не отели, а как турбаза у них там. Ну, турбаза, да. Пансионат. Мы ехали на юбаках. Всё классно, территория. Выходишь на территорию, это. Ну, а в Турции не так прям. Выходишь в песок. Не, блин. Пустыня. На пляж выходишь, там эта галька. По ней уйти не надо. Ну, смотря где. Эта галька тоже добивает. Ну, в основном везде. Ну, в основном. Мы были вот где Кемер, Генюк. Там всё галька. По-моему, везде. Ну, и вот тут. Ну, цену их бешеная, конечно. Они там. Где, в Турции? Да, дебил что-нибудь. Что нет? Почему? Вот это 2-300 евро. А, это куртки кожаные? А, куртки кожаные? Да, да. Мы тоже зашли как быстрее от тебя убежали. Ну, кожаные куртки. 120 евро. Я говорю, ты ничего там не переводила? Нет. Пойдём шубу посмотрим. Пойдём. 2-300 евро. Я говорю, кажется, мы зашли будь титуалим отсюда. Ну, чё это за цены вообще? А так, какой куртки? Ну, по шоке всё нормально может. Ну, не. Лучше, конечно, в Польше. Вот прямо сейчас надо в Польше. А такие сейчас скидки. Я прям хочу уже чисто туда. Ради магазов туда съезжаешь. Когда скидки? А, вот. Уже начались. Уже начались? Я Шенген ещё не хочу. Уже, а? Нам понравился гражданский форум. Вот, вот. Уже, а? Уже, а? Уже. Мы заехали туда наверх на парковку. Там всё как у людей. Мы заезжаем и так говорили. Ну, и почему у нас нельзя сделать? У нас стоит человек внизу и говорит, мест нет. Или говорит, места есть на третьем. А там заезжаешь, там тебе вот сразу виден наряд. Красное если свободно. стоит стоит она там недорого казалось нормально или мы в австрии были часа два гуляли чек засовываем по 10 евро так как в этом в риге когда мы остановились остановились в самом центре у старого города вот прям вот это главное вот такая штука и вот прям рядом дома а там все у них р-зона это какая-то ну там прям к разбитый боинг парковка стоишь на тегу где есть бы подешевле он на не отвел за полтора километра на бесплатную единственную в центре вы зависли на вот них есть парковка в центре там она была он где 10 евро тоже 10 евро 10 евро это это недель это 10 дней здесь можно ставить как может вообще парковка 10 евро стоит там номер в отеле столько стоит ну вот в центре она столько вот мы едем на автобусе автобусе наверно кайфово поехать плюс автобуса там на границе же не стоит самодельная полоса нет в этом и кайф основной прошу прям в центр гданьск он останавливается в 1 автовокзале да и там и это и по старому городу и по и форум все рядом без ночевки но думаю думаю что там от он блин нормально нормально но не питью это подарили раз мы остановились на мы разыгрывать но это кто-то рисовал на букинге можно только разок там причем причем я смотрел одну один и тоже на букинге на рынке и разница прям вот на один и тот же в одни и те же даты прям может быть колоссальная букинг бронировать за 500 рублей хаотично да может победить четыре а вот и мы посчитали до 12 я 8 можно выпить я спрашиваю я не пойду как проще Сначала картина, потом еще два других или на выбор? Выбирай человек, как будет удобно. Почему? Сначала два других, потом картина. Сначала два других, значит, сейчас не ставим. Картины здесь. Давайте вот сейчас нужно, чтобы все видели. Сгенерировать. Тринадцать. Тринадцать, это вот в конце? Выбирай себе что-нибудь. Тут либо блокнотик, смотри. Подарок. Давай. Спасибо. Так, жмем дальше. Сгенерировать. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Есть! Записная книжка тайская. Тайская? Нет, тайская. Из Таиланда он еще остался. Спасибо. Так, жмем, самый главный крыш сейчас будет. Двенадцать. 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 Мне самая первая пришла. Ну, не зря. Ура! Ура! Есть куда повесить? Да, конечно. Поздравляем. Поздравляем. Машенька. Кто-то рисовала ее. Разверните на мой. Я так, что кто? Разверните на мой. Валерия Ахмадова, это наш калининградский художник. Слушай, ну лет через десять можно хорошо... Я не один, а картина будет первая висеть. Главное, если художница, чтобы скучиться с ней, то еще дороже станет. Не надо! Адрес второй! Она еще молодая? А подпись? А, подпись есть. Я не умею. А, вон, да, там какой-то... А, да, 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 да. А то так было, ну, слишком скучно. Мы посмотрели, что можно такого разыграть. Классно, спасибо вам. Картина вообще хорошая, молодцы. Слушай, ну, от ненужных еще избавили. И людей порадовали. А, слушай, зачем мы этот магнитик вытащили? А, смотрел, посмотрел. Такой перевес. Классночки в объектах, да, в том? Не-не-не, не о чем говорят, а с этим квартетом. А, кстати, да, там ребята подошли. Какой-нибудь прикол. Там ничего опасного? Нет, нет. Или ушка какой-нибудь сидит. Нет, нет. Нет, вот. Что-то они купили. Коробочки, коробочка, а там еще коробочка. Посмотрите, что там. Никто не выпрыгнет сжимой. О, нифига себе. Смотри, какая гусота. Ничего себе. Смотри, тут еще мышка. Это янтарная мышка. Да, вот янтарная мышка. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Здорово. Да, я вижу. Что это про любовь? Что там? Или из Калининграда с любовью? Кенигсберг что-то там. Так, вы обязаны подписаться на канал из детей. Такие такие. Брилочки. На чей канал? У детей. А у детей канал? Что это такое? А у вас сколько канал? У вас сколько канал? У нас инстаграм. Инстаграм? Нет. Они там подписаны сбоку. А там подписаны где-то? Там есть инстаграм. А, у тебя же есть. Ты же написал мне историю. Где-то подписаны сбоку. В инстаграм. Попал я. Молодцы. А где? Не написано сбоку. А, вон точно есть. Ну все, подпишусь на мне. Потом домой приду. Дети выиграли главный приз. И лайки, и лайки. Слушай, и лайки. Стратегически продумали все. Молодцы. Ну, мы просто еще, кстати, что не успели, наверное, все прийти. Мы слишком поздно, наверное, но в четверг это только придумали. А, ну да. И мы все они сразу сделали. Мы потом подумали, что... Да не надо их оправдывать. Все, кто пришел. Давайте всем похлопаем, предлагаю. Да, давай. Да. Всем спасибо. Ну, реально. Мы сначала вообще думали, никто нахрен не приедет. Думали, нафига мы это придумали. Потом я думаю, да блин. Вот, ну и пришли, чтобы вдруг так не случилось. Чтобы так не подумывать. А то расстроились и бросить. А что, когда еще придем в такую сходку-то? Раз в месяц? Давайте в хостеле соберем. В хостеле. Агитация. Агитация. Да, да. Агитация. Не, можно больше собираться, потом посмотрим. У нас будет просто заранее все будет. Мы в следующем году кафе будем делать. В зелике? Да. У себя. Так что можно там на базе. Они говорят, ну это с картины что-то сфотографировали. Слай. Давайте. Я хотела, чтобы они подержали. Ну, как-нибудь. Давайте вас сфоткаю. Надо против солнца? А что за канал? Бонус. Может с этим? Не хочу сфоткаться. Рядом с землей. Давай, Игорь. Это современный город. Круто. Теперь будет точно знать все, что мы в Казинграде. И этот парень еще стоит. Парень, ты здесь с нами? Тоже здесь? Такой сторонке в телефоне. Я везде. Все увидел, я уже подписался. Ну давайте еще раз. Давайте я найду, если я могу. В этом празднике же. Давай еще раз. Без парня. Так же, да? Все, что в плен. Да. Может. Это явно не Калининград. Спасибо большое. А, кто говорил? Приятно было вас уведомить. Спасибо большое. Мы в Вьетнане по нему ездили, там вообще круто. Там природа такая дикая, только обязательно с собой с прайдком народа забрать это вообще всего. Там же немецкие всякие мостики остались. На машине езжу. Прикольно. Причем речка такая. Красная. Красная. Там много всяких рыб всяких непонятных есть. И еще... Фугу. Фугу. Там 8. Фугу. Не, не, ну не такие. Типа да, форели. И там кстати даже рыбалка, ну разрешена, можно надеть. И бабочки даже такие. Надо, чтобы не такая была, как у вас с Денисом. Сейчас рыбу ловить можно, там по параметрам надо мерить что-то. И сейчас запрещено, да. Форель, да. Почему здесь? По России. Ну мне друг с Камчатки шлют, вот такая безразмерная рыба и садим они. Нет, там таблица. Я не знаю как это. Правда. Все говорят, не буду подходить снимать. Да ну че, я же вырежу это. Это не проблема. А мы иногда идем, я говорю, представляешь, вот кто-то мимо проходит, а вдруг это наши подписчики. Ну да, но они стесняются, да, стесняются. И реально вот так и есть. А некоторые, наоборот, там могут идти, там даже сдали. Ооо, там помнишь какой у тебя это? В подъезд к ней заходим, ну где мамка ее живет, только там домофон, вот так дверь открываем, а там женщина бежит. Я думал, она бежит, то что успеть, чтобы дверь открыто пробежать. Она обнимается. Говорит, я вас смотрю, все дела, мы такие, ну, прикольно как-то. Я уже дверь открыл, но чтобы она быстрее прошла. А она к нам бежит, мы такие, нифигаси. Прикольно. А, как-то даже в Польше были, в Сопоте. И там гуляли, короче, по Молу, туда-сюда. Из хостела, а сзади будут подписываться на канал, интересные путешествия. Ссылка там, букинг или что там? Вечер плюс 100 тысяч. Нормально. Какие-нибудь наклейки там. Про хостел? Не, можно что-нибудь придумать потом, совместно какое-то сделать. Нам будут посмотреть, подумать. Ты можешь. Ну, со временем сейчас, пока это летом, стараемся везде-везде-везде побывать. Ну да. Потом просто как лето западешься, все же. Типа сезон закончился, уже опять снимать теплую страну. Да, да. У нас опять холодно, снимать ничего неохота, взять неохота, но только так. Холодно у них. Да нет. Сентябрь будет нормально еще. Хабаров сказал, холодно у них. А? Зелики тоже будут. А, я кстати слышал, что он и здесь будет, и там будет. Ну, я думаю, что здесь будет провал. Я думаю, вспоминаю, когда было наводнение в следующий год. Ну, бесплатно, конечно. Когда все было. Не, тогда круто было, когда вот только там было. Мы тоже ездили. Летом или зимой? Зимой. В декабре. О, в декабре там нормально. Должно быть по 30. Если еды. Я в Новосибирске был. Мне кажется, ну. В Новосибирске еще холоднее. А вот как здесь вот эти фонари за 500 рублей поставить? Тоже семейство. Я тоже как думал. Мы сначала хотели сходить, потом я думал, 500 рублей. А ты по фото стоишь 10 минут и все выходят. Тысяча рублей. Неадекватно. Ну, это смешно. Ну, это смешно. Не, одно дело суда там. Ну, точно так жить. Да? У тебя там еще надо больше на дом нажать, да? Китайские фонари. Ну, что-то в Китае было уже 250 раз. Ну, что там фонари. Ну, вот даже мы по-моему, где там гуляли. Там это все бесплатно. Вот эти фонари. Такие же огромные. Это сколько? 8 евро. Как будто бы мы в Риге. На парковке. Я говорю. Вот мы даже в Турции были. Там входные билеты на 200 рублей. Ну, и то ты в Колизее какой-то зайдешь. А тут что? Мы еще фонари смотрели. В Стамбул не ездили. Друзья, я пойду. Мне нужно жену забирать. Ну, все. Было приятно со всеми повидаться. Первый раз. Как тебя зовут? Вадим. Вадим. Меня Александр. А них такой же, да? Так Вадим, Вадим. А Вадим обсе? А, Вадим обсе. Понятно, да. Это у нас что, Аполлон или как там? Ну, это каждый самый шар. Я говорю, что Архимед, когда я задумчивый. Я говорю, что Аполлон, когда я красивый. Все. Пока, друзья. Счастливо. 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 а нет скручивать дорогие проблемы если у меня да ну вот кстати какой было бы после youtube еще как бы у нас в директ только и писали там они пишут когда выйдет когда выйдет а сейчас уже ну пишут ранее у нас датами у нас проблем у нас очень мало дат свободных но пишут постоянно есть ну просто был про до прогресс сегодня был прикол значит одна женщина ну как бы она у нас бронирует и говорит а как бы мне посмотреть я и ссылочку даю на youtube она смотрит и тут же говорит а как бы я ей уже скидку дал и по 10 а по 8 тысяч а я посмотрел это можно мне баню бесплатно я говорю можно но тогда по ценам игоря по 10 тысяч а нет ваша лучше ну я даже интереснее предложение и вот когда допустим если даже после интересно нормально снять люди посмотрели сказать то что все нормально можно приезжать лишь мы в прошлом году даже на эвертс выставились нас не пропустили ну как бы мы в лидеры вышли но не пропустили по сроку жизнь только открылись полгода даже не прожил они сказали ребят извините как бы у нас все устраивает вот и пришлось а там знаешь так пока готовились готовились оказалось все еще видеоролик нужно и там пришлось по-быстрому за два дня сделать но вот видеоролик выпустили если видели ну такой хороший но что там у нас 400 просмотр это так знаешь между своими раскидать грубо говоря но у нас тоже допустим вот экскурсии ну так слушай вот экскурсии у нас вообще очень плохо берут а потому что как сказать категория людей кто хочет сэкономить а в селиноградские экскурсии уж больно дорого стоит может бы я не знаю сколько у вас там стоит может быть у нас примерно так же брак для автобусный но даже чуть дороже выйдет в среднем за но там тысячу 1200 человек а там получается три человека на 5 тыс ну как бы нормально съездить день погулять там ну получается но мы-то интересно делаем у нас ну три-четыре человек можно кстати если хотите на рецепшн пожалуйста мы будем предлагать там это вообще не потому что просто там на автобусный плохо и автобусный да это трондец нам кто-то рассказал там их на косу привозят там смешно просто слушай мы в янтарный съездили вот жену ездили давай съездим ну так просто понять понять что мы вообще продаем там слушай на тупо да вот этот вот магазин хороший в другой мест приходит вот этот магазин и потом знаешь такую блин вот все ушли я наблюдал она стоит до последних ждет когда все уйдут да рассчитали все пошли и так заплатили за экскурсию еще вот этой херней заниматься некрасиво это второй как бы бизнес так везде красиво в любую страну приезжаешь вас в магазин сначала привозят вы там фрурт а на процент свой хлоп и дальше поехали слушай у нас времени мало мало в конце вот мы еще заедем на фабрику сейчас если нам разрешат да вы попадете в такое место уникалья которые приехали приехали с другого города допустим да им интересно посмотреть там как это делать как кинтарь там точит все такое ну понятно там блин кулоны по 5 пиздец и финтаря по 12 знаешь ну у нас то нету ни экскурсии но не магазинов ничего мы чисто договариваемся с людьми вот это вам будет интересно интересно вот это не будет убираем и все и так мы едем чисто по интересным местам мне кажется это самое кайфовое ну не везде допустим мы куда ездим и мало вообще можно где найти допустим других странах чтобы человек по адекватной цене у вас получается индивидуальная экскурсия ну да за деньги автобусные то есть допустим там вот мы в рим в рим летали извинясь 150 евро нормальная экскурсия стоит не экскурсия в час 150 евро в час я такой думаю о сейчас на это что-то как-то это что-то не те суммы какие-то да и думаю ну нафиг мы сами походили конечно мы неделю были не все прошло у нас просто области даже вот местные не все знают допустим где еще все знают прибрежные города курс кокоса правильно у нас это как бы ну половина того что у нас есть но же есть другая часть области вот другая часть области где действительно так интересно ты умеешь глазами шевелить вот там тоже места реально крутые прям взять курсскую косу если сравнить с национальный парк несколько вот они примерно 1 на равных стоят ну да туда никого не ездит для калининграсов даже далеко вот устроить по метру проехать на устройство разное благоустройство не плане ну в плане ну ты туда я вот смотрел в учетом там теплая природа турбаза где я почему там есть не турбаза там есть типа как к отель он такой полу отель не между вот местность там грубая пляж обычный да там ничего такого же нету на же танцы как-то там я даже там арана даже нет ну само озеро я имею в виду озеро там что-то там наверное большой пляж есть там если чуть подальше там пройти есть но там фишка в лес озеро это понятно такое эко-турьюм ну блин я когда съездил вот прошлом году ездили там вот этот мост высокий есть вот хочу сказать там есть очень серьезные усадьбы тоже более того вы были в краснолесии где такая очень красивая долина именно в самом краснолесии там сейчас смотровые площадки тоже поставили есть туристический маршрут вы были рядом но там самая главная фишка в самом краснолесии на окраине краснолесия там как бы так я там много раз был очень всем рекомендую может быть как-нибудь скину ссылочку вам там очень классно потому что мы так приезжаем там же телефон нифига не ловит ничего не там уже сам как-то ориентируешься туда-сюда заезжаешь там вот эти немецкие старые мостики по ним есть он такой весь трещит такой блин да район красного леса он намного интереснее бештинца даже речь вообще там комплекс надо охватывать сразу туда и туда за что нет это отдельно а краснолесия это отдельно роминтенское пусто по поводу эти крышки недолго в янтарном сегодня интересное место я как-то слышал там тоже такие вот срубы есть ближе к концу янтарного и там они из крупного бревна и выходишь на террасу вот как у нас похоже но сразу бассейн вместо террасы бассейн это как бы баня там вроде как срубы баня и тут же бассейн сразу это в янтарном да то есть на выезде да вроде где-то уже ближе к выезд вот если взять это дамба дамба такая там идет а снизу дорога такая вот и вот как только съезжаешь и поднимаешься и на повороте вот они и стоят я что-то вроде подобное там стоит у них какой-то большой отель и вот на территории у них вот три срубика бани такие есть такое колоритное место травяная крыша у них такая как норвегия вот очень интересная так вот но ни разу не жила она тут два месяца живет даже не знаю в какую сторону ехать на трамвае проведешь один раз ну все пока все счастливо все пока все счастливо пока пока